Делаю для вас тест-драйвы на моем канале в YouTube. Сегодня у нас Toyota Land Cruiser Prado с индексом 150. То есть это беспроигрышный вариант для любого дилера Toyota, потому что это Prado, потому что это дизель, а ко всему прочему это дизель объема 2,8 литра, то есть совершенно новый силовой агрегат, и это безусловно интересно. Этот автомобиль, он вечный, он выпускается вот в таком виде, уже, если память не изменяет, с 2008 года, и неизменно радует покупателей, его все время хотят, и радуются каждой мелочи, которую Toyota делает с этим автомобилем. Немножко другие бамперы – интерес. Другие фары со светодиодным вот этим рядочком – интерес. Ну а если уж воткнули под капот новый турбодизель, и который на 4 лошадиных силы мощнее, чем было в предыдущей версии, так это просто чистый восторг. Что мне, да и всем нравится в Toyota Land Cruiser Prado, то, что он за 3,5 миллиона очень большой, очень черный, очень равный и с огромным дорожным просветом. Если вы пошарите на рынке в поисках чего-нибудь конкурентно способного, то за эти деньги, к вашему удивлению, вы найдете очень мало вариантов. И еще у него огромный багажник. В нашей пятиместной версии 650 литров полезного объема, и это очень много. Единственное, что мне не нравится – вот такой распашной вариант задней двери. Это не городская штука, потому что вы на парковке не можете ничего не положить в багажник, не достать крупногабаритного. Для этого вам надо выехать в чисто поле, ну вот как сейчас. Тогда, пожалуйста, можете вот так зафиксировать заднюю дверь. Все. Даже сильный ветер сейчас не сможет ее захлопнуть. Второй ряд Toyota Land Cruiser Prado. Мой рост под 190. Смотрите, сколько места у меня перед коленями. Я сейчас сижу как будто сам за собой. Четыре пальца свободного пространства. Практически без трансмиссионного тоннеля ровный пол. У нас пятиместная версия, поэтому только дефлектора обдува, трехзонного климат-контроля здесь нет. Розетка 12 вольт. Но главное, смотрите, я могу опускать спинки сидений второго ряда, причем в широченном диапазоне. Ехать на Prado полулежа это запросто. Для комфорта можно откинуть еще широченный подлокотник. Тут два подстаканника. Ну да, вот такие чемоданные мощные рукоятки. И здесь рукоятки с микролифтом. Красота. И лампочки галогенные. Про светодиоды еще никто не слышал. Все равно красота. Крючочек. Красота. Где еще красота? Деревяшечки. Деревяшечки это, конечно, позор. Потому что это пластмассовые деревяшечки. Лучше бы их здесь не было, но они здесь есть. На первый взгляд, что это за ручка? Что бы вы хотели ей регулировать? Ну, я предположу, те, кто знаком с системами MMI, iDrive, вы думаете, что этой ручкой вы можете регулировать здесь все. Нет. Где регулируется громкость в этом автомобиле? Вот этой ручкой? Тоже нет. Вот. Не с первого раза. Все далеко не с первого раза. Я не сразу разобрался, как здесь можно запомнить станцию. То есть нащупать станцию можно при помощи вот этих кнопок. Ну, да. Начнем с того, что дисплей здесь маленький, с разрешением 800 на 480 точек. Сейчас таких разрешений, просто цифр таких нет с сочетанием. Но здесь они есть. И все с тем же синим кислотным цветом. Вот этот блок, он абсолютно сюда не вписывается никак. Ни по цветовой гамме, ни по световой. Он очень странный. И то, что здесь в 12-часовом формате отображаются часы, тоже странно. Вот вы практически коснулись этой рукоятки. Щелка полградуса. Чуть сильнее крутанул, прибавил градус полтора. И, ну, здесь нужна такая моторика, примерно как у медвежатника, который пытается взломать сейф. Травл-контрол. Это мозг автомобиля. Это внедорожный круиз-контроль. И то, что вам нужно, это только вот этой ручкой отрегулировать скорость движения. Вот так совсем медленно просто край. Вот так чуть побыстрее. А так очень быстро, очень быстро, это что-то около 7-8 километров в час. С этой скоростью Pradik вас вывезет из любой... Ну, как бы это сказать... Беды! Я придумал слово. Куда вы заехали? По собственной глупости. Так вы можете заблокировать межосевой дифференциал. Так заблокировать межколесный задний. МТС это Multi-Terrain Select. То есть при помощи этой же крутилки вы можете выбирать режимы. Вот они отображаются на дисплейчике. Грязь и песок. Гра-и. Без буквы В. Вот так. Гра-и. Кочки. Камни и грязь. Ну и просто камни. Если камни и грязь вам чем-то не понравились. Вот это кнопка-ловушка. Кнопка запуска двигателя. Ты нащупываешь ее коленкой. С разгона вот здесь такой есть выступ специальный для того, чтобы было больнее. У меня вот здесь синяк. Потому что я давно езжу на прадике. И мы с этой кнопкой очень хорошо знакомы. Я ее ненавижу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА поменяли трехлитровый дизельный на дизельный 2.8 и стало лучше как ни странно и мощность выросла и крутящий момент и расход упал казалось бы все что нужно для счастья у нас теперь в полном комплекте правда прирост что крутящего момента что лошадиных сил случился мягко говоря небольшой прирост 4 лошадиные силы и 40 ньютон метров крутящего момента теперь 450 и 177 лошадок у нас под капотом мои испытания показывают что даже в трассовых режимах 150 кушает не меньше 11 литров при том что вы не не борзеете вы не едете запредельно быстро вы даже не нарушаете правил и при этом расход меньше 11 литров 10 7 самый лучший вариант но он экологичнее если кого-то это волнует здесь все на это работает и пятиступенчатый прыск который обеспечивает большую полноту сгорания топлива и меньший выброс вредных веществ и сажевый фильтр который сблокирован с катализатором это не очень хорошо в плане эксплуатационном для мотора но в плане экологии это конечно большой плюс этот мотор тише тихоня вы даже когда быстро едете с этим мотором вы его почти не слышите он где-то вот вот он ракочет на низах это такой приятный баритон клацами ничего такого особо дизельного противного нет вот это был старт это было бомба очень неспешно очень неспешно соточка он нам должен показать 12,7 секунды если данные производителя соответствует действительности 13 и 6 ну-ка сейчас я попробую вот так у нас с спорт режим до 34 поехали у о ну да да вот сейчас чуть бодрее но первое движение было такое как будто он выбирался из турбоямы глубокая такая турбоямка так вот соточка смотрим а и так вижу 13 7 еще хуже показатель старт с места это да не его стихия очень все плохо с дорогами в этом году во дворы вы въезжаете там как будто после бомбежки там огромные глубочные ямы глубоченные ямы на яме и здесь пружинная подвеска это комплектация люкс очень плохо моему позвоночнику потому что очень жестко прадик обрабатывает все вот эти асфальтовые дыры если края острые если края ступенчатые и да для него это просто беда он обрушивается в эти ямы он выскакивает из них спотыкается края но на пересеченке на грунте картин меняется там где укатанная дорога там где ну хотя бы в волнами она идет ему все равно вы можете ехать очень быстро и правда его подвеска оказывается очень энергоемка для меня вот это два абсолютно разных автомобиля едешь ты по асфальтовой плохой дороге либо ты свернул я вот была моя воля по самаре бы ездил по грунтовкам но у нас к сожалению такой роскоши нет гладкая дорога все в порядке он едет покачивается и вам кажется что это очень мягкий автомобиль в москве вот нормально его эксплуатировать у меня никаких проблем не был я прям радовался тому что эта машина такая она мягкая такая на лапочка пока не наступила сызрань после сызрань и в сторону от москвы начинается вот то самое шоу плохие дороги в ассортименте это большая машина высокая вы забираетесь сюда на кресло вы едете в метре от земли где-то так сидите высоко казалось бы должна быть амплитуда крены огромные а нет он откликается на поворот руля руль здесь конечно тяжелый ему это все идет подходит вы готовы к тому что это брутальный автомобиль и вам надо будет брутально с ним общаться с мотором 2 и 8 идет новая шестиступенчатая автоматическая коробка передач до этого была пятиступка с трехлитровым мотором первая передача у этой шестиступенчатой автоматической кпп короткая это для того чтобы был бодрый старт я вам показывал какой здесь бодрый старт максималка этого автомобиля заявлено на 175 километров в час но по факту он уже на 160 разгоняется очень тяжело хотя управляемость на высоких скоростях точнее не то что управляемость а устойчивость на прямой держание прямой у него великолепное то есть на 140 150 160 он идет практически одинаково он плывет над дорогой главное чтобы она была ровной по набору потребительских качеств это хорошая покупка сравнительно недорого вот три с половиной миллионов за эти деньги куда смотри туарек 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 ну получается если по сопоставимой начинке он будет дороже ландровер дискавери спорт этот больше и опять же там по цене прада это практически вещь в себе прада новым мотором не испортишь такая вот вам поговорочка все осталось на своих местах а новый дизель он тише он тише чуть экономичнее чуть быстрее чуть тяговите и это же просто круто единственный большой минус во всем этом то что конечно прадик с этим мотором да просто от того что новые реалии у нас он опять же стал дороже вот наша версия люкс это не самая верхняя комплектация стоит три с половиной миллиона хотите верхнюю комплектацию накидываете еще 200 тысяч с хвостиком в этом да но я так вижу по потоку любителей тойота лэнд крузер прадо это вообще не останавливает этих машин очень много любой момент времени поверни голову поверти ней и ты найдешь прадик подними поверти где прадик только что передо мной ехал ну не сейчас и Продолжение следует... Привет, я Игорь Бурцев, делаю для вас тест-драйвы на моем канале в YouTube. Сегодня у нас Toyota Land Cruiser Prado с индексом 150. То есть это беспроигрышный вариант для любого дилера Toyota, потому что это Prado, потому что это дизель, а ко всему прочему это дизель объема 2,8 литра, то есть совершенно новый силовой агрегат, и это безусловно интересно. Этот автомобиль, он вечный, он выпускается вот в таком виде уже, если память не изменяет, с 2008 года, и неизменно радует покупателей, его все время хотят, и радуются каждой мелочи, которую Toyota делает с этим автомобилем. Немножко другие бамперы, интерес. Другие фары со светодиодным вот этим рядочком, интерес. Ну а если уж воткнули под капот новый турбодизель, который на 4 лошадиных силы мощнее, чем было в предыдущей версии, так это просто чистый восторг. Что мне, да и всем нравится в Toyota Land Cruiser Prado, то что он за 3,5 миллиона очень большой, очень черный, очень равный и с огромным дорожным просветом. Если вы пошарите на рынке в поисках чего-нибудь конкурентно способного, то за эти деньги, к вашему удивлению, вы найдете очень мало вариантов. И еще у него огромный багажник. В нашей пятиместной версии 650 литров полезного объема, и это очень много. Единственное, что мне не нравится, вот такой распашной вариант задней двери. Это не городская штука, потому что вы на парковке не можете ничего не положить в багажник, не достать крупногабаритного. Для этого вам надо выехать в чисто поле, ну вот как сейчас. Тогда, пожалуйста, можете вот так зафиксировать заднюю дверь. Все, даже сильный ветер сейчас не сможет ее захлопнуть. Второй ряд Toyota Land Cruiser Prado, мой рост под 190. Смотрите, сколько места у меня перед коленями. Я сейчас сижу как будто сам за собой. Четыре пальца свободного пространства, практически без трансмиссионного тоннеля ровный пол. У нас пятиместная версия, поэтому только дефлектора обдува, трехзонного климат-контроля здесь нет. Розетка 12 вольт. Но главное, смотрите, я могу опускать спинки сидений второго ряда, причем в широченном диапазоне. Ехать на прадике полулежа – это запросто. Для комфорта можно откинуть еще широченный подлокотник. Тут два подстаканника. Ну да, вот такие чемоданные мощные рукоятки. И здесь рукоятки с микролифтом. Красота. И лампочки. Галогенные. Про светодиоды еще никто не слышал. Все равно красота. Крючочек. Красота. Где еще красота? Деревяшечки. Деревяшечки – это, конечно, позор, потому что это пластмассовые деревяшечки. Лучше бы их здесь не было, но они здесь есть. На первый взгляд, что это за ручка? Что бы вы хотели ей регулировать? Ну, я предположу, те, кто знаком с системами MMI, iDrive, вы думаете, что этой ручкой вы можете регулировать здесь все. Нет. Где регулируется громкость в этом автомобиле? Вот этой ручкой? Тоже нет. Вот. Не с первого раза. Все далеко не с первого раза. Я не сразу разобрался, как здесь можно запомнить станцию. То есть нащупать станцию можно при помощи вот этих кнопок. Ну, да, начнем с того, что дисплей здесь маленький, с разрешением 800 на 480 точек. Сейчас таких разрешений, просто цифр таких нет с сочетанием. Но здесь они есть. И все с тем же синим кислотным цветом. Вот этот блок, он абсолютно сюда не вписывается никак. Ни по цветовой гамме, ни по световой. Он очень странный. И то, что здесь в 12-часовом формате отображаются часы, тоже странно. Вот вы практически коснулись этой рукоятки. Щелка полградуса. Чуть сильнее крутанул, прибавил градус полтора. И, ну, здесь нужна такая моторика, примерно как у медвежатника, который пытается взломать сей. Краул-контрол. Это мозг автомобиля. Это внедорожный круиз-контроль. И то, что вам нужно, это только вот этой ручкой отрегулировать скорость движения. Вот так совсем медленно просто край. Вот так чуть побыстрее. А так очень быстро. Очень быстро это что-то около 7-8 километров в час. С этой скоростью Прадик вас вывезет из любой, ну, как бы это сказать, беды, я придумал слово, куда вы заехали, по собственной глупости. Так вы можете заблокировать межосевой дифференциал, так заблокировать межколесный задний. МТС это Multi-Terrain Select. То есть при помощи этой же крутилки вы можете выбирать режимы. Вот они отображаются на дисплейчике. Грязь и песок. Гра-и. Без буквы В. Вот так. Гра-и. Кочки. Камни и грязь. Ну, и просто камни. Если камни и грязь вам чем-то не понравились. Вот это кнопка-ловушка. Кнопка запуска двигателя. Ты нащупываешь ее коленкой. С разгона вот здесь такой есть выступ специальный для того, чтобы было больнее. У меня вот здесь синяк, потому что я давно езжу на прадике, и мы с этой кнопкой очень хорошо знакомы. Я ее ненавижу. Поменяли трехлитровый дизельный на дизельный 2.8. И стало лучше, как ни странно. И мощность выросла, и крутящий момент, и расход упал. Казалось бы, все, что нужно для счастья, у нас теперь в полном комплекте. Правда, прирост, что крутящего момента, что лошадиных сил случился, мягко говоря, небольшой.